День 1. Расшифровка кодовой шифрограммы дала местонахождение инопланетного корабля. Хва, какой корабль? Это мы тут улик строим. Так вот это уже третья часть, продолжим постройку, теперь дошло дело до крыши, она будет состоять из трёх частей, каждая из которых выполняет свою функцию. Первая часть с которой начнём это крышка, у неё будет две стороны, одна для вентиляции, другая глухой для зимовки, крышка будет из дубовых досточек, которые добавят веса и сохранят геометрию в сырую погоду. Теперь нужно сделать каркас крыши, который будет тоже съёмным, стянем его струбцинами, чтобы удобнее было скручивать. Фронтончики получились из отшлифованной старой дверки от какой-то мебели, она тоже набрана из тесточек проклеенных шпоном. Получается, что фронтончик это будет вторая часть крыши, вот так это выглядит в сборе. Случился ещё один казус во время сборки секций, почему-то не получались кубики 90 градусов, приходилось постоянно бдгонять рубанком, что забирало кучу времени, хотя на пиле поворотный стол угол был 90 градусов, это видно при проверке угольником, что за мистика такая, это какой-то бред, такого не может быть, это какой-то космический сбой. И уже только в конце проекта я заметил одну деталь. Тут есть ещё одна регулировка по вертикали. Вот теперь уже всё настроено ровно и по вертикали тоже, но это очень жаль, что так поздно. Под этот грустный трек продолжим строгать. Ну всё, хватит грустить. Продолжим постройку улика. Это уже третья часть крыши навес. Мы его сделаем из наборных досточек в стиле японских домиков. Из этих сосновых досточек, что мы настрогали, сделаем половинки крыши. Шурупы в наличии были немного длиннее, чем нужно, но это ничего страшно, они легко обламываются плоскогубцами. Получается, что то такое вроде лесенки по шесть досточек на каждую сторону. Вот, пожалуйста, половинки навеса готовы. Теперь, чтобы их соединить в одно целое, прикрутим эти половинки на фронтончике. Я пока тут посижу рядом, понаблюдаю за процессом, хорошо тут у вас птички поют, и тенечек от дерева, красота. Мне сюда ещё бы косточку какую-нибудь для полного счастья, ну нет так нет. А вот, Белиш, привет, у тебя есть косточка? Нет у меня косточки, я сам тут хожу, ещё нюхаю-нюхаю, пока ничего не находится. Там вроде бы поставили кашу вариться, я по запаху слышал, скоро, наверное, позовут кушать. Ладно, я пойду, ещё поищу, может, найду, что побрызть. Я, пожалуй, тоже с тобой пойду, пока он тут примеряет крышу. Спасибо, что ты подождал меня, я отходил, вернулся, а тут всё на том же месте, я тебе музычку лучше поставлю, чтобы дело быстрее пошло. Продолжение следует... Другое дело, музычек помог, видно результат невооружённым глазом. Крыша теперь готова полностью, можно собрать теперь части в одно целое. Аээ, вы ещё смотрите этот бред, тогда продолжим. Сделаем декор, раз это японкий улик, добавим иероглифов. С помощью этого клейма, разогретого на огне, выжигаем на поверхности секции буквы. Все секции улика и крышу покроем пчелиным воском, это защитит его от влаги и придаст насыщенный цвет дереву. В летнее жаркое время воск становится мягким и его прочность падает, поэтому в каждой секции нужно установить поддерживающие палочки или спицы из нержавеющей стали. Нужно продолбить канавки для палочек, чтобы они туда свободно фиксировались ниже линии разъёма. Вот, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок